Тушевая техника. Давайте посмотрим. В данном случае это жесткая графика, это перо. С тушью может быть несколько разных техник. Размытая кисть, сухая кисть и так далее. Но мы с вами будем осваивать перо. Давайте смотрим, как с технической точки зрения сделан рисунок. Ну, во-первых, с самого начала делается карандаш набросок. Это всем понятно. Так, а потом? Стирается и последовательно? Нет, нет, ничего не стираете. Просто, Коля, вы в очередной раз удерживаете свою руку. И когда делаете набросок, не нажимаете на бумагу. Не нажимаете. Причем делаете вы его мягким карандашом. С тем, чтобы никаких следов от карандаша после стирания не оставалось. Вот посмотрите на этих работах. Хоть какие-нибудь следы от карандаша остались или нет? Нет. А если вы будете нажимать на бумагу, то, конечно, они останутся. И рисунок будет безвозвратный с помощью. Так? Требования к наброску, когда работаешь с тушью, намного более жесткие. В чем дело? Это карандашный рисунок можно исправлять до посинения. Карандаш легко стирается. Пуш устранить почти невозможно. Ну, то есть, есть способы зачистки бумаги, которые более-менее приемлемы в случае хорошей бумаги. Там, вакуна, допустим. Но все равно след останется. Да? Поэтому, прежде чем переходить к туши, несколько раз провериться, правильно ли у вас сделан наброс. Хорошо. Проверились. С чего начинаете работать? Контур. Вот посмотрите. Специально положил. Ну, можно найти, когда перейдете к работе с тушью. Покажу несколько последовательных этапов. Я просто останавливаю ребят на незавершенном рисунке, чтобы показать этапы работы. Ну, как положено. Что в первую очередь делается? Вот это незавершенный рисунок. Внешний контур. И все те линии, которые вы в наброске карандашом проработаете. И делается эта линия. Да? А после этого? А после этого переходим к теням. Как моделируются тени? Точки. В данном случае есть несколько разных способов моделирования. Это точкование. Точная техника. То есть, миллион сто пятьсот точек. Оставите. С какого участка начинаете точковать? Самого темного. Самого темного, как улица. При этом сразу создаете максимальную плотность точек? Нет. Ни в коем случае. Добавить точку всегда можно. А вот убрать. Это тушь, народ. Это не карандаш. Но до этих вещей в рисунке мы сегодня не дойдем. С точки зрения организации занятий. У нас будет две половинки сегодня. Первая половинка. Сейчас вы сядете. Я вам раздам куску бумаги. Дам перья. Дам душ. И у вас будет задача нарисовать первый раз все, что вам было. Хотите яблоко, хотите чебурашку. Хотите, я не знаю, космические корабли звездных войн. Ради Бога. На ваше усмотрение. Задача следующая. Понять, как работает перо. Начинать надо не с рисунка, а с проведения линии. Посмотреть, от чего зависят формы линии. А зависеть она будет от нескольких вещей. Во-первых, от наклона пера. От силы нажатия пера. И от разворота пера. Плюс к этому. Надо привыкнуть к некоторым правилам работы с тушью. Правило первое. Никаких резких движений. Вот даже представьте себе. Вы много-много часов работаете над рисунком. А потом дернулись, и у вас тушница опрокинулась на рисунок. Все, ребят, привет. Это неустранимо. Никаким методом. Поэтому, когда работают с тушью, в аудитории никто никогда не драгается. Все очень спокойно, очень плавно, очень тихо. Правило второе. Постоянно протирать перо. Сегодня нам понадобятся моревые салфетки. Дело в том, что когда тушь на пере подсыхает, образуются плотные конки, и перо либо перестает ставить точку или линию, либо ставит сразу кляпсу, который убирать потом будет очень сложно. Поэтому, как только видите, что перо слегка подсохло, обязательно протереть, заново обмакнуть и вперед. То есть, на первом этапе просто учитесь ставить точки, проводить линия. Когда вам кажется, что вы это поняли, задача номер два – сделать объемное любое изображение. Вот просто любое. Совет очень сложный, чего-нибудь не выбирайте, чего-нибудь попроще. Но чтобы это не заняло, у вас все занятие без остатка. Как можно научиться выбирать перья? Выбирать перья. Выбирай перья. Никак иначе. Если я вам сейчас объясню, в какой перо как работает, вы, конечно, послушаете, покиваете и не поймете. Берите сейчас произвольную ручку, совершенно произвольную, да? Видите, их много разных. Так. Вы посмотрите, как работает тот перо, которое вы выбрали. А потом возьмите какую-нибудь другую. Ведь на самом деле перья все огречаются только так вот. Вот посмотрите, допустим. Вот эти два пера одинаковые или разные? Разные. Разные. Прежде всего, на что всегда вращают внимание? На то, как встроена самая полочка. Там может быть небольшая площадочка, или может быть вообще острая точка, когда все сводится в одну единственную точку. Так. Вот если все сведено в одну точку, это волосовидное перо, самая тонкая линия, самая тонкая самая малодиометральная точка. Учтите, что пером можно работать не только в нормальном положении, вот так, но и в перевернутом, вот так. Линия при этом будут получаться совершенно другими. Можно работать с наклоном, можно ввести не обязательно к себе, а вот так в сторону. Вот попробуйте сделать такие свивающиеся линии сразу на нажиму. То есть на первом утеле, да, вы просто стараетесь понять, как работают перья. Несколько простых правил. Если случилось борем, в смысле, залезли пальцем в клубшницу, или там еще что-нибудь отворили, так, первое, что делаете, сразу, я открываю кабинет, чтобы вода была сразу вымыть. Стоит пару минут подождать, как пятно становится не смываемым. Кстати, учтите, что если вы вот обычную такую тушь используете, чтобы расписать футболку, берите белую футболочку, так, вкладываете в серединку какой-нибудь ровный предмет, ну, чтобы тушь, пройдя насквозь, вторую половину спину не испачкала. Так. И делаете тушевой рисунок. Ну, сначала можно обменить карандашиком. Вот сделали вот тушевой рисунок. После того, как тушь высохла, вы проглаживаете футболку утюгом. Вот как будто гладите просто белье. Все, после этого рисунок не смываем. Футболку можно стирать, можно сушить, можно сдавать чьим чистым. Рисунок на века. Так. Вот если вы не хотите, чтобы у вас на века что-нибудь отпечаталось на любимой вами одежде и любимом вами теле, то немедленно после того, как там пятно появилось, пойдемте. Первую минутку после того, как все не засохло, все вполне смазывается. Чем дольше ждете, тем сложнее будет отмыть. Емкость туши называется тушница. В качестве тушниц чаще всего используют просто крышечки от пузырьков. Очень удобно. Так. Единственное, когда выливаешь тушницу, либо наоборот из тушницы сливаешь обратно пузырек, так, лучше всегда это делать на листе бумаги. Почему? Очень любят капли цепляться за самых краешек и в самый неожиданный момент слетать. Так. Поэтому, чтобы не зарякать по руку, вот вам подставочка, ямкость тушнице, вот пузырек с тушью, чтобы не толпиться и не толкаться, вот второй пузырек с тушью. Не забывай подкладывать. Подкладывай, подложите. Нет, вот так, чтобы торчал, крайне в каком случае. Обязательно кто-нибудь заденет, и все, я вам дам. А вы этот риск по-лампу делите, и потом... Да, вот вам дадут ее сколько хотите, хоть пейте. Главное... А вот здесь его без туши. Да нет, ничего страшного. На самом деле, понимаете, из чего тушь делала? Вот очень-очень старый китайский рецепт. На самом деле, черная тушь это черная взвесь очень мелкодисперсной сарты. К воде добавим козеиновый клей. А что такое козеиновый клей? Это один из древних, и, кстати, один из самых прочных, естественных клей, которые вполне конкурируют с современными синтетическими клейами по прочностью тип клей-магмента. С собой творог, понимаете, не очень? Вот, да. А что это такое? Нет. Ну, кроме того, что он лежит в универсале, называется и не цель. Молоко, честно, молочный продукт. Хорошо, берем молоко, честное дело. Пусть она протиснет, потом нагреть. А потом нагреть. Вот, если нагреть протисшую молочную массу, то она свораживается. И если ее спитровать, останется на фильтре творог, а стечется его. Классно. Так вот, если взять совсем обезжиренное молоко, оно прокиснет, и его сворожить, а потом одну плову дать высохнуть, так, и это растовочек, хорошо, то вы получите казино-плей. С ним есть фокус. Он очень неохотно растворяется в воде. Поэтому насыпали такого порошка, добавили воды, и болтаете, 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 полностью болтаете. И вот тогда вы получите однородную клеевую массу. После высыхания, во-первых, она остается эластичной, это не хрупкий слой клея, прилипает ко всему, чем угодно, так же стрирует любые поверхности. И клеющаяся его огромная. Вот это и есть казино-плей. Вот чуть-чуть казино добавлено в тушь. Но еще китайцы тушь, я не знаю, из традиции чисто, размалывали в мелкий-мелкий порошок киноварь. И добавляли в тушь. А киноварь что такое? Пальцы вытирать сразу. Это водокальство. Это ярко-красная краска, на самом деле очень гетобитая. Это соль-ртуть. Соль? Солями называются химические соединения металлов и неметаллов. Вот киноварь это ртутное соединение. Все соединения ртуть очень горят. Но вот в эту кушь киноварь не добавлено, так что если случайно попал на язык, не отравится. Ну давайте работать сферми. Как получить ту линию такую, как вам хочется, а не такую, как вышло. Более яркую, более широкую, более узкую, сходящую на нет. Какого размера, какой плотности можно поставить пылочки в вашем перу. И после того, как вам кажется, что вы немножко разобрались с вашими перьями, попробуйте сделать любой на ваше усмотрение объемный рисунок. Ну у кого там своя фантазия не очень работает, нарисуйте яблок. Вот так, чтобы было видно, что яблок объемный. не стесняйтесь сходить помыть руки. Мне не руки, мне все. Это не трагедия, это всего же беда. По-моему, тушь это страшно. Да. Тушь это страшно, это действительно настоящий ужас будет, когда вы сделаете картинку и в последний момент на нее нальете. Я советую фотошоп. Там перья такие же, но там есть откатка. Я понимаю. Важен ты, не карен ты, ни фотошопа не будешь, как повернуть в пирог, как сдвинуть его. Спасибо. Совершенно другая вещь, именно умение одевать фронтаж в руках определяет работу, а не объем, независимое совершенно. Неуверенность в себе. Любой страх, абсолютно любая уверенность вообще. Все это очень первую чувствую. в Европе в России, говорится, Я видел несколько границ между Европой и Азией, что это та самая Воспоковую единственную претензию на объем, вполне реальная Очень большое изображение, слишком много будет возиться Что-нибудь небольшого размера, но еще раз говорю, задача добиться эффекта объема Если вы вашего гигантского контура, сделайте объемом, хотя бы начало главы Вот небольшой участок, пробуйте сделать объемом Три человека идут по правильному пути Вот смотрите, вы сделали контур, где и как начнут стоять точки Сверху это правильно, чтобы не размазать рукой Не в этом сделали Первая серия точь ставится прямо вплотную к контурной линии Помните, когда с карандашом работали? Что получается, если между контурной линией и тенью у вас светлая полоса? Если у вас нет ребра, то у вас объем не светится Максимальная частота точек рядом с контурной линией в тех местах, где вы хотите показать тень И дальше постепенно уменьшается Смотрите, у вас пока в некоторых местах точки слились и получилось что-то типа линия А в других местах разрывы между ними Вот этого не должно быть Вот здесь у вас аккуратнее и лучше Вот теперь лучше Вот смотри Так, народ, на секунду все соображались Посмотрите, народ Дело в том, что наша рука и наш голос строим достаточно занятным образом Вот человек не собирался проводить время Но тем не менее, посмотрите, точки выстроились по кривому Да? Знаете, понятно почему? Ну, поставить точки Вот так поставили серию Следующую серию Следующую серию И у вас не больно получается полоса Вот если вы хотите создать эффект равномерной тени Ну, как на тех рисунках Которые я вам показывал Вот здесь, допустим Какие-нибудь полосы есть? Нет Хорошо Как избавиться от полос? Ну что полосы? Разумеется, поставить хаотично Тушки Заполняющее пространство Случайным образом И у вас эффект полосы исчезнет Вот так Принцип понятен? Теперь, для того, чтобы подчеркнуть объем Объем максимально подчеркивается Не просто большим количеством туши Вылетой на определенном месте Так? А степенью различия в яркости Вот обратите внимание Целые большие поля Остаются совсем свободными Вот здесь точки стоят На каком-то непонятном Страшно большом расстоянии друг от друга А перемысленно Попробуйте их вообще исключить Вот точки очень далеко друг от друга Вроде они не нужны А у вас от этого стрятие объемов страдает? Если вы их исключили Да, разумеется Дело не в том Сколько тушевое куда-то выбор Да? Обратите внимание Даже в самых темных местах Это сплошное тушевое пятно или нет? Вот посмотрите внимание Нет Это очень густо стоящие точки Никаких сплошных тушевых пятен Угу Ну, давайте посмотрим Что у этого получается А, еще пять минут Попробуйте не в таком большом участке А вот здесь вот Сократите размер Но зато Вот попробуйте в этом небольшом размере Показать Хорошие варианты объема То же самое Не надо много-много-много разного Возьмите цветочек Доведите до ума Чтобы действительно Возникло ощущение Не единственной теневой полоски А объемности фигуры Так Ну, пока не получается Давайте пробуем 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 Давай, давайте не конец Не надо сам до начала считать Что у вас ничего не получится Это просто неверно Если работать У всех все получится Тушевая техника неспешная Здесь нельзя ждать быстрого результата Возьмите 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 Что здесь изображено-то вообще, по данному слову? В данном случае, это совершенно не важно Какая тоуклосферическая форма Ведь не было конкретного задания. Заданием было передать объемы. Ну а давайте смотреть. Верхний сектор. К восприятию верхнего сектора. К восприятию сферы приближается. Так. А если вот здесь еще отработать, то эта половинка станет более сферичной, даже чем эта. Ну и здесь бы хорошо, конечно. Работать с представляемым объектом, на самом деле, в принципе, достаточно своеобразная задача. Не у всех это получается. Не у всех одинаково хорошо развито, отвлечено на образное мышление. Некоторым проще работать с натурой. Ну а некоторым, наоборот. Вот примерно. Так. Ну вот, Коль, смотрите, вы пока что делаете? Вы пока создаете некоторые участки с одинаковой плотностью. Так. Ну давайте посмотрим. А много ли участков с совсем одинаковой плотностью на объемном рисунке? Нет. А их почти не бывает. Если вы хотите передать объем, это всегда градиент. Это переход от высокой плотности положения точек к низкой плотности. Так. Вот создавая равномерные такие участки, вы объем никогда не передадите. Ну, это уже будем учиться на самом рисунке делать. Так. Вот у вас очень хороший переградиент. Получается. Это только начало. Но начало очень хорошее. Переход между совершенно черной полосой и достаточно редким, сразу редким, точкованием, смотрится как достаточно грубый. Но это вполне излечимая вещь. Так. Хорошо, что вы не наляпли много-много точек по всей площади. Потому что дополнить всегда можно. Так. Вполне. Вот. Да, это вот лучше работали? Нет. Нет. Ну вот. Вы нашли друг друга. Эта техника для вас вполне. После того, как немножко технические задачки порешаем, допустим, вот здесь. Первая серия точек не в стороне от линия, а прямо сливающаяся с линией ставится. Ну, это потом научимся. По мере работы с рисунком. Ну, для вас эта техника будет вполне рабочая. Ваша. Продолжение следует...